вот это я остановился спросить где можно тут переносевать и такая толпаска 63 афгане стоит 1 литр бензина это примерно афгане и рубль один к одному примерно вот такие цены на заправках так это парикмахерская здесь риска стоит 60 афгане то есть от рублей а маврица 20 афгани стоит 20 рублей как бы я так вот такие гитары тоже бывают просто сделал там загодите месту и играют хочешь себе что-то со льдом распили сам сейчас проходил мимо вооруженных студентов они меня позвали я думал сейчас будет проверка проверка документов там долго будут не осматривать осматривать нет просто паспорт посмотрели и давай фоткаться все со мной по очереди на свои телефоны и потом я тоже с ними сфоткался вот это фотографии сейчас поставлю вот стакан яблочного сока стоит 20 рублей 20 афгане день 2 я в кундузе там где должны поставить печать они не работают потому что сегодня пятница джуман они сказали что будут работать завтра завтра я утром же пойду снова сняла гостиницу топу уже на этот раз в другом месте поближе к тому месту и чать и такая гостиница мне обошлась полторы тысячи афганей ну которые пишут и сначала мне говорили три тысячи афганей я очень долго торговался 2000 потом я показывал свои кроссовки раздолбанные дырявые и все-таки сошлись на полторы тысячи я еще делали что я ухожу недоволен вы короче ставил и в итоге на полторы тысячи я не знаю как будет других городах других местах кишлаках надеюсь я все-таки где-нибудь кишлаках буду находить место местных жителей потому что так у меня на дом вообще своих денег не хватит придется мне вообще тогда домой вернуться если хотите поддержать мои путешествия в описании под видео есть ссылка на различные донаты а также номер карты сбербанка всем огромная благодарность большая благодарность кто поддерживает канал любой суммой и также благодарю вас за комментарии которые пишите вы меня очень поддерживаете я путешествую один до сюда до афганистана я приехал автостопом по земле до этого момент я потратил около 20 долларов за полтора месяца и здесь в афганистане начались непредвиденные траты потому что я не думал что нужно будет обязательно здесь запрещено местным жителей гостей принимать все они бы очень хотели они угощают тебя общают с собой но принимать им нельзя видеть так много мониторов это услуга называется скачай на флешку фильм или музыку вот они все скачивают здесь очень дешевые овощи грецкий орех 400 рублей за килограмм а фисташки стоят 800 рублей за килограмм а вот этим детям не очень повезло как видите здесь богатой семьи 20 сливы я купил на рынке два таких персика грушу и две сливы за 70 рублей в общем и за 20 рублей купил гранатовый такой сок и какие-то чипсы это вышло 20 рублей а вот эти сладости мне обошлись 50 рублей всего лишь вот я встретил хороших людей он очень хорошо знают английский язык прям как будто бы какой-то учитель английского да он очень хорошо все объясняет только я мало что понимаю а так они очень гостеприимные пуштуны многие говорят что пуштуны опасные я уже второй день встречаетесь пуштунах очень много и они все очень доброжелательные пуштуны такие не живут вагонах вот это две большие котлеты с помидорами с салатом и лепёшка подлив И чай, это все стоит всего лишь 80 рублей всего лишь. Вообще, по щедарам, да? Я в Афганастане, и я живу в Кундут. Афганастан – это один из самых лучших стран в России. И также, у нас есть много хороших мест для путешествия и путешествий. Кундут – это один из самых лучших стран в Афганастане. И у нас есть лучшие места для путешествий. Как Чамани-Шарвали, Парк… Кундут – это очень милые. Афганастане – это очень милые. И я – это один из самых лучших стран в Афганастане. И я – это студент. И я студент, я граню из школы, и я студент в Афганастане. И в Кундут – это факультет. И я очень рад, что сегодня я пришел в Афганастане, для путешествий. Потому что, когда путешествия пришли сюда, и мы пришли сюда в нашу страну. И в тот момент, в нашу страну, у нас появился в Афганастане. И также появился в Афганастане. в Афганастане. Вот я иду поздно вечером по улицам в Кунгузе. Один, как видите, это место, где я ночью, идти, наверное, минут 20 где-то, пешком, или больше. Вот, видите, уже все стемнело. Наверное, скажете, что это очень опасно. Ступите, я еще несу печеньки. Вот теперь иду по такой вот неосвещенной улице. Видите, как темно. Набираюсь. Какие такие странные мотоциклисты.